Городом. Радио. Болтком. Доброе утро. Спрашивают. Первый вопрос был такой. Добрый день. Насколько реально заключить договор с Рига с Уденс напрямую Бедрибе, созданной вот в доме? Вот спрашивают так. Если протокол собрания дома предусматривает полномочия Бедрибы заключать договора с поставщиками услуг, в том числе с Рига с Уденс, то никаких проблем нет. Нету. Главное, чтобы Бедриба создана, и она получила права, как мы уже ранее говорили, управления, где перечислено, что ей превращается, ну, допустим, заключение договора своей государственности. Никаких проблем здесь дальше нет. Главное иметь протокол. И это нужно в протоколе, просто в протоколе, в общем, на общем собрании принимаются вот эти... Да, такое решение. Еще спрашивают, ну, такой чисто философский вопрос был, что должен делать домоуправ? Обеспечить как минимум выполнение требований закона об управлении жилыми домами, где перечислен набор необходимых действий по управлению жилыми домами, и, соответственно, эти все действия еще плюс к этому детально описаны в соответствующих правилах Кабинета Министерства. Это задача домоуправления. Там все написано, от А до Я. Все то, что обязательно должно быть сделано. По первому вопросу, тут, может быть, нужно понять смысл этого желания владельцев квартир, ну, бедриво перезаключить договор, потому что само перезаключение – это более такой технический вопрос. Как Сергей упомянул, это просто вот решение жильцов и перезаключение договора. Но здесь как-то, ну, по самому вопросу слышится, что оно оторвано от контекста, непонятно цель и смысл. Тогда, может быть, радиослушатель может более детально написать, чтобы мы могли вникнуть в вопрос и понять саму цель. Перезаключение только договора у нас с Рига Суденцем. А какие тут вообще могут быть подводные камни? Это более выгодно или менее выгодно для жильцов? Да, в том-то и дело, что нету разницы, не зная, какая ситуация у них сейчас, через кого они получают эту услугу, с кем заключен договор с РНП или с каким-то другим. Из этого я как бы не вижу смысла просто перезаключения. То есть нужно понять цель, что хотят добиться владельцы квартир. И тогда можно понять правильное решение. Очень часто бывает ситуация, что дом боится, что какие-то платежи не дойдут до поставщика коммунальных услуг. Это такая ситуация была в свое время и с несчастным предприятием, аю сервис КАИСА. Таких очень много. Потом из частных компаний было и компании банкротировались, и компании не выплачивали деньги поставщикам. И жителям приходилось платить по второму разу. Но это такой вопрос возникал. Эллин, это понятно. Но видишь, если только перезаключать договор с Ригас Уденсом, а не перенимать весь финансовый поток. То есть эта проблема не решит, наверное, мы понимаем это. Нет, один Ригас Уденс, конечно, не решит проблему. Там тогда комплексно нужно. Можно перенимать весь финансовый поток? Еще надо учитывать одну вещь, что договор Ригас Уденс с клиентами очень жестко зарегулирован. Там, если кто-то надеется, что он внесет какие-то свои индивидуальные нотки, то я думаю, что это безнадежно. Поэтому там есть все определено правилами Ригас Уденсы по водоснабжению, определено 524-ми или 112-ми МК-нотыками. И там вариантов особенно никаких нет. Поэтому здесь действительно аэроправ нужно сначала понять, зачем. Что за проблема возникает. Если это при существующем управлении перенять на себя только один вид платежа, ну, можно. Я бы сказал так, можно, только остальное дальше можно комментировать, когда понимаешь, зачем это делается и в чем проблема. То есть выгоды особенные никакой вряд ли? Ну, какая выгода? Ну, вы потребили воду, которую учел счетчик на входе. Эту воду надо оплатить. Все, точка. А если ты думаешь, что таким образом можно подействовать на распределение потребленной воды внутри дома, ну, это не так. То есть отношения очень простые. На счетчик поступает вода, вот счетчик учитывает, и после этого эта вода должна быть распределена внутри дома. Тут ничего изменить нельзя. Ну, а если боятся жильцы дома, что, не знаю, вот действительно не доходят деньги до Рига Суденс, там по какой-то... Это уже другой вопрос. И Рига Силтенс, и Рига Суденс, тогда нужно менять модель управления. Тогда, если меняется модель управления, Бедвиво получает право собирать деньги и, соответственно, самостоятельно заключать договора, и в этом случае там тоже проблем нет. Главное – получить права на управление и поручение на заключение договоров. Больше тут добавить нечего. У нас есть звонок. Да, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Лариса. Доброе. Не посоветуете ли, пожалуйста, какими лучшими способами утеплить чердак многоэтажного дома? Современным средствами. Спасибо. Спасибо. Ну, если коллеги согласятся, я в первую очередь отвечу так. Перед тем, как что-то делать, нужно провести, получить заключение энергоаудитора с тем, чтобы понять, какие требования сегодня на утепление, чтобы не сделать какую-то работу, а потом окажется, что она не соответствует будущим или сегодняшним нормам. Это первое. А дальше материалов очень много. И в зависимости, аудитор вам скажет, какими свойствами должен обладать утеплительный слой. А дальше есть много материалов. Есть каменная вата, есть минеральная, ну такая, целлюлозная вата, есть разные напыления, пены. А дальше, когда вы определили уже, какой должен быть слой, с какими характеристиками, уже материал подбирать надо по цене, скорее всего. Если что-то добавить к этому ответу. Я напоминаю, 67212-93-9, 67213-93-9, у вас есть возможность задавать вопросы, как напрямую, так и присылать их на номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. И вот у нас остались еще с прошлого ватсапа, с прошлой передачи, по поводу курсов для старших по дому. Но что вот сама ходила на курсы, нам обещали от Дома управления льготы. То есть эти курсы, которые создаются, я так не совсем понял, в чем суть вопроса, но я понимаю, что недовольные люди считают, что тогда получается, что Дома управления сидит сложа руки и перекладывает свою работу на старших по дому. Ну вот смысл, наверное, такой, этой реплики. Ну, наверное, я вам смогу ответить, ну, это не так. Во-первых, конечно, мы эту фразу все время повторяем, но по закону прописано, кто ответственный за управление жилыми домами, это владельцы квартир. И дальше уже идет вопрос, как сотрудничать с владельцами квартирами, с теми организациями, которые задействованы в этом процессе, в том числе и с Домом правом. Да, и эти курсы давали такое необходимое минимум знаний, чтобы владельцу квартиры или активисту было более понятно, что из чего состоит в этой отрасли и что можно спрашивать, когда можно спрашивать, что можно требовать и как правильно поступать в той или иной ситуации. То есть то, что давали курсы, они дали более такую обширную компетенцию, чтобы прости жить, наверное, так можно сказать, чтобы понять более простым языком, где что искать, как сориентироваться и куда звонить. Да, ну, они курсы предназначены для того, чтобы более понятно активисты могли общаться с Домом права. Так, наверное, в конце можно объяснить. У нас есть звонок? Да, пожалуйста. Это не высшая школа сейчас. Спасибо, Сергей, за ответ по утеплению Чуздака. Но нельзя ли, пожалуйста, детализировать свое пожелание насчет получить заключение энергоаудита? Как это подробнее делать? Спасибо. Спасибо. Мои энергоаудитеры зарегистрированы, их видно и в системе, информационной системе Министерства экономики, БИС, так называемая, в УМНИЦИБС, информативная система. Они описаны, то есть вы заключаете договор, я бы советовал так, если вы хотите думать об энергоэффективности, то вам надо заказать энергоаудит здания. И аудитор придет и по специальной методике и программе рассчитает, что и как, где у вас слабые места и каким образом эти слабые места можно, скажем, довести до требований, которые являются на сегодняшний день актуальными. Это договор стоимость, ну, примерно от 500 до 1000 евро в зависимости от сложности и величины объекта. Это довольно рутинная процедура, которую любой управляющий должен уметь осуществить, то есть найти энергоаудитера и заключить с ним договор, никаких проблем не представляет. Следующий вопрос сразу. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Так, продолжение по чердаку и утеплению. А вот скажите, пожалуйста, какой материал, скажем, самый надежный? Ну, как бы дома уже не такие, как новые, и время от времени то там крыша протекает, то тут было, что лопнула труба, она в чердаке горячей воды залила, не то, что весь там уже вода первого этажа, потом вот, и если это вата, она промокает, что с ней, ее надо все убирать. А вот какой материал, который, может быть, ну, так более, что мне надо было, получится, что заплатим деньги, и вот в таком случае все на смарку пойдет. Спасибо. Отвечу так. Вода всегда себе дорогу найдет. Поэтому, если у вас в не очень хорошем состоянии крыши и трубы уже изношены до предела, то, наверное, надо сначала устранить эти риски, а потом уже переходить к утеплению. Нет материалов, на которых вода не действует. Это первое. Второе, если вода, допустим, вата не задерживает воду, вода сквозь нее проходит и вытекает ниже. То же самое, если вы будете задувать пеной, будет тот же самый эффект. Все равно найдутся щели и найдутся возможности части пены впитать эту воду. Так что здесь вариантов нет. По всем условиям. Сначала ремонтируется крыша, ремонтируются коммуникации на чердаке, после этого уже думают об утеплении. А толку от того, что вы насыпаете утепляющий материал или напылите, и после этого будете думать, что все будет хорошо при протечке крыши. Это неверно. Так не делают. Да, еще раз напомню. Телефоны 67212-93-9, 67213-93-9. Звоните, если у вас есть вопросы. Добрый день, доброе утро. Вот коротко еще раз. Крышево отремонтировали, но там лопнула труба горячей воды при сильном холоде замерзла и лопнула. От этого никто не застрахован. Спасибо. Ну, если труба новая лопнула, то у меня вопросы. А если труба старая, то особенно горячей воды от холода, что лопнула, у меня тоже вопросы. Как это может быть? Поэтому я еще раз говорю, для того, чтобы идти на какие-то работы по усовершенствованию здания, сначала его надо привести в порядок. Возможно, у себя было идеально. От таких случаев никто не застрахован вообще от фатальных, но для этого есть еще один прием, который нужно применять, это страхование самого здания, общей части имущества. Недорого. А 60-ти квартирный дом, это примерно где-то 500-600 евро в год. Но тогда от этих случаев вы будете застрахованы, и последствия вам таких аварий, если они действительно вызваны не техническим состоянием дома, а какими-то, ну, скажем, чрезвычайными обстоятельствами, в этом случае вам страховая компания погасит все риски. Все ущербны. Еще один звонок сразу. Доброе утро. Доброе утро. Господин Сидорко, а вот сейчас приняли все-таки закон или нет, что если у квартиры очень большой долг, и теперь может человек, который покупает квартиру, новый человек, который покупает квартиру, он покупает без долгов, а тот человек, который имел ту квартиру, ну, которая прогорела, так сказать, будет выплачивать все-таки этот долг за эти коммунальные услуги домоуправления или кооперативу? Спасибо. Спасибо. Вы мне перечислили те условия закона, которые на сегодняшний день существуют. Там ничего не принимать не надо, это обычный порядок взыскания долга. Согласно, мы уже неоднократно говорили, согласно латвийского законодательства, долг за квартиру является пока еще долгом физического лица, и, соответственно, должник будет преследоваться всю свою жизнь этим, ну, при помощи, естественно, судебных исполнителей, всю свою жизнь, пока не погасит долг, либо не произойдет еще что-то. Он не банкротирует или еще какие-то ситуации. Так что здесь ничего нового нету, и так было, так и есть, и это касается не только больших долгов, но, обращая внимание, любых долгов, понятие «большой долг» – это весьма растяжимое, которое можно говорить так, до двух тысяч – это долг, который можно рассматривать в искоренном порядке, свыше там это будет рассматриваться в более детальном порядке, и больше никакой разницы нету. Можно лишиться квартиры, если невнимательно относиться к требованиям кредитора на 150-200 евро. Это тоже можно допрыгаться до такой ситуации. Очень надо, правда, постараться, но можно. Но тогда в таком случае как же долги висят? Слушайте, наверное, имел в виду новую редакцию закона, которая прошла в втором чтении о том, что при взыске 5 или 10 процентов от аукционной стоимости хотят пустить приоритетно перед епитетичным кредитом. Я думаю, просто формулировка не была удачной, но главная идея, наверное, вопрос, если я правильно понял, была такая. Прошел закон второе чтение, но еще не до конца он человек, и получается, что новые жильцы и весь дом все равно продолжают висеть на доме вот эти суммы. И будут обязаны заплатить оставшиеся жильцы. Потому что по закону, кто является стороной, заключивший договор с Рига-Силтом, с Рига-Судом, с другими поставщиками? Общность собственников квартиры или политической копии. Все договора заключены от имени общности. Общность – это такая штука, которая существует, начинает существовать с момента разделения дома на квартирные собственности и прекращает существовать тогда, когда дом, ну, квартирные собственности ликвидируются, то есть дом сносится. Здесь этот период, неважно, кто физически является членом общности, Иван, Петр или Сергей, это абсолютно неважно, но важно, что все обязательства, они должны быть исполнены этим составом людей, которые в данный момент находятся в этом доме. Поэтому таков закон и пока другого здесь не видно. Ну да, и новые изменения к закону, они в принципе тоже это не помогут, они сделают более, может быть, возможным взыск в каком-то объеме долгов в тех квартирах, где ипотечные кредиты, но концептуально вот эта ситуация, она не поменяет о том, что мы говорили уже много передач. И, возможно, этот первый вопрос по перезаключению водоканалов, это был связан с тем, что есть желание уйти от долга, ну, например, сейчас есть, они видят долг перед водоканалами или там за незаплоченные услуги, они думают таким образом, что перезаключают договор, а не обнулятся, так это не так. Постарщики услуг сразу скажут, что на вашем доме это долг, сток, сток, эта сумма в долгом будет включена в новый договор. А, ну вот, кстати, мы действительно не упустили этот момент, и получается, что таким образом Биодриба пытается заключить с Ригас Уденс договор и как бы обнулить отношения, сказать, что мы совершенно новое лицо, мы вот новые, с чистого, давайте начнем с чистого листа, этот номер не пройдет. Нет. Однозначно нет. Ну что же, еще раз напомню, телефоны 67212-9399, 67213-9399, ну и попутно мы разбираем вопросы, которые пришли к нам по WhatsApp на прошлой неделе. В принципе, человек без полномочий уговорил весь дом на реновацию, потому что управляющая компания на этом много заработала и в этом заинтересована. Сделать небольшой ремонт они не хотят, потому что с этого нет никакой прибыли. Ну вот тут скорее такое описание ситуации. Может ли быть такая? Скорее всего, это было откликом на мои слова о том, что у меня одна женщина взяла, подняла дом на реновацию. Я могу успокоить, уважаемые радиослушатели, вообще, когда происходит реновация, особенно за деньги ЕС, к деньгам ЕС никто притронуться не может. Ни собственники квартир, ни какие-то другие неуправляющие компании. Эти деньги, эти вообще проектные деньги, которые платят и берут в кредит собственники квартир и предоставляют Европейский Союз, зачисляются на отдельный счет. Для исполнения работ делается специальный проект, который проходит очень сложную и большедлительную экспертизу и подтверждается госорганами о том, что он соответствует требованиям программы. И далее выбирается на основе конкурса исполнитель, а деньги зачисляются на счет исполнителя при акцепте со стороны заказчика, при акцепте со стороны этих же контролирующих органов и акцепте банка. То есть там столько контролирующих организаций. Самое главное, что эти деньги не поступают в оборот или к ним никаким образом управляющий подойти не может. Это первое. Второе. За этим слышится только одно. Принимать решение должен кто-то другой, должен кто-то другой, при этом он будет очень много навариваться. Вот такая логика мне непонятна, потому что на самом деле я бы провел здесь параллель с автомобилем, в конце концов есть технические условия эксплуатации автомобиля и только собственник может принять, он будет он регулярно менять масло, ремонтировать автомобиль или нет. Так и здесь. Да, тут очень пришли у нас вопросы в WhatsApp, я тут заглянул тоже. Если дерево на тротуаре корнями начало врастать в частный дом и ломать фундамент, куда обратиться, чтобы его спилили, вот Анна Мария нас спрашивает, или можно ли потребовать компенсацию на ремонт фундамента с Рижской думы? В первую очередь, такие деревья это забота собственника земли. Значит выясните, а кто собственник земли? Рижская дума, собственники квартир, либо частное лицо. Это первое. Второе. Собственник земли отвечает за то, чтобы, ну за зеленые насаждения на своей территории. Значит нужно обратиться к собственнику земли. Дальше, если эта земля принадлежит вам по приватизации, то вы должны влатиться в специальную службу, так называемые арбористы. Они дают заключение о том, насколько это дерево вообще там законно находится, насколько оно мешает, не мешает, это специалисты по зеленым насаждениям, и после этого нужно получить в строительное управе разрешение на вырубку или там подвеску или еще что-то этого дерева. Такова последовательность. Звонок, здравствуйте, пожалуйста. Я очень быстро, меня немножко не поняли, я неправильно выразился. Вот квартира пустая, умерли люди, наследников нету, квартира достается государству, там долг, примерно 2-3 тысячи евро, квартира продается с аукциона, кто гасит эти долги. Вот что я имел в виду, спасибо. В случае с государством никто, мы в прошлый раз об этом говорили. В случае, если имущество является выморочным и получает его государство, то никто эти долги не гасит, гасят собственники квартиры. Все, точка. Это реальность. Ни обсуждения, ни эмоций быть не может. Так есть. Ржавчина в холодной воде, что делать, спрашивают нас слушатели. Ну, я бы сказал так, она постоянная или нет? Здесь вопрос такой, что ржавчина или желтизна в холодной воде? Да, в холодной. Ну, или загрязнение трубопровода, или некачественная вода. Ну, я что-то о некачественной воде в городе Виге не слышал. Загрязнение трубопровода может быть после каждых ремонтных работ поднимается в трубах взвеси, какое-то время идет. И примеси идут, и ржавчина идет. Но в любом случае, если это не связано с ремонтными работами, а постоянно нужно искать, делать химический анализ воды и понимать, там много железа или что еще мешает. Ну, вот спрашивают, тут такой вопрос болезненный, реально ли в многоэтажном доме, у нас 9 этажей, где есть мусоропровод, но его закрыли, возобновить его использование. Закрыли, значит, с 1 января 2021 года. Ну, я скажу так, реально. Последние уточняющие правила Рижской думы говорят о том, что собственники квартир могут проголосовать за то, чтобы не закрывать мусоропровод, но не имеют права размещать контейнеры в конце приемной трубы. Очень интересная такая ситуация. То есть, если вы не хотите закрывать мусоропровод, вы не можете закрывать, а сбрасывать мусор вам, в общем-то, некуда. Поэтому нет, при существующей власти и принятом решении, я отвечу так, мусоропроводы забудьте. Потому что контейнеры для мусора могут стоять либо в мусороприемном помещении дома, и в этом случае мусоропровод должен быть закрыт. Либо их нужно выкатывать, а что-то куда вы будете сбрасывать, я не понимаю. Ну, на пол, значит, туда, в помещение мусоропровода, потом всю эту грязь нужно будет кому-то вынимать и убирать. Нет. Нет. Все. Или Рижская дума обретет хотя бы несколько человек в комиссии, которые видели в жизни мусоропровод. Потому что, судя по тем комментариям, которые шли из комиссии, принимавшие решение, люди, по-моему, вообще не видели в жизни мусоропровод и не знают, как он работает. Пока нет. Прислали нам ссылку на статью «Взыскать долги за управление домами станет легче, закон изменен». Вот в окончательном чтении утверждены парламентом поправки гражданскому закону, признанные облегчить жизнь домоуправлением и управдомом. Они меняют порядок взыскания долгов при отчуждении имущества у владельцев недвижимости. Теперь из денежных сумм, вырученных от продажи недвижимого имущества, должника будут погашаться и требования по платежам, связанным с управлением жилой собственной недвижимости и услугами, сообщается на сайте парламента. Это, я понимаю, все-таки продолжение этого вопроса, который уже у нас звучал. То есть сейчас нормативные акты требуют от владельцев жилья в многоквартирном доме участвовать в содержании всего дома и покрывать издержки и рассчитываться за полученные услуги. Поправки гласят, что впредь при продаже заложенного недвиженного имущества должников будут удовлетворяться требования о взыскании платежей за управление домом. Вот просят прокомментировать все-таки это окончательно, все. Но, а ну? Ну, я не знаю. Новая редакция закона. Ответ очень простой. Как только это будет опубликовано на сайте Лейкум.элэ, как вступившие в силу, сразу обрадуемся. Статья эта еще не является фактом того, что закон пришел. Как сказал Айвар, второе чтение. Да, поправки принципиально они утверждены. Третье чтение не предполагает каких-то крупных изменений, но тем не менее я не слышал, чтобы этот закон вступил в силу. Ну, то есть, таким образом мы будем, как говорится, держать руку на пульсе и сообщать, если что-то будет известно. Так, еще, сейчас я посмотрю, что у нас оставалось, у нас буквально две минутки осталось в программе, но спрашивали, спрашивали, если старший по дому получил все права, то зачем создавать бедрибу? Ну, это вот, может быть, отголоски еще прошлой нашей программы, где мы разбирали подробно, зачем нужна бедриба и ее функции. Ну, про это мы уже говорили, можем еще раз напомнить, это более тесный контроль всех денежных потоков, и при восстановлении и реновации домов тогда придется ее создавать, так как и банки, и другие инстанции спрашивали, чтобы бедриба была. Здесь вкратце я бы мог тоже, может быть, упомянуть всем радиослушателям или напомнить, что 28 января в 14.00 будет видеоконференция здесь, где как раз Рижская дума будет информировать свою программу софинансирования и восстановления домов. И также есть определенные налоговые льготы при перенятии на бедрибу прав по управлению в течение двух лет скидка на налог по недвижимости. В прошлой передаче мы, по-моему, уже довольно-таки плотно рассказали про различия, в архиве слушатели могут послушать. Ну и действительно у нас время завершилось. Сергей Сидорко, председатель кооператива БАКа-2, Айверс Гонтриев, бывший руководитель РНП, и Эрвин Страуп, заместитель председателя Ассоциации управляющих Латвии, были сегодня с нами на связи. Спасибо большое. До следующего понедельника. Всего доброго. До свидания. До свидания.